Хогвартс, Хогвартс, Хогвартс в опасности, охраняйте границы, защищайте нас, выполняйте свой долг перед школой. Хогвартс. Все вокруг и везде говорят про Хогвартс Легаси. Хогвартс Наследие бьет все рекорды по предзаказам и держит первые места за два месяца до релиза. Вверх! Вверх! Игра по Гарри Поттеру это игра на чувствах верующих во вселенную Джон Роулинг или на чувствах моих и твоих лично. На чувствах ностальгии, может быть. Миллионы фанатов Поттерианы верят, что их сова просто заблудилась. Роулинг, твоя сова! Именно по этой причине долгожданное письмо с приглашением в школу волшебства и магии не дошло до своего законного хозяина. Ну а если быть серьезным, то давайте разбираться. Что же ждет нас в Хогвартс Легаси? Сможем ли мы погрузиться в мир Гарри Поттера? Будем ли мы также сопереживать вместе с главным героем? Или же это очередная попытка хайпануть на наших детских воспоминаниях? На эти и другие вопросы я постараюсь ответить в этом видео. Ты на канале Гурик про игры, подпишись, поставь лайк, а мы начинаем. Начинайте! 10 февраля. А для обладателей расширенной версии 7 февраля станет знаковой датой для фанатов Гарри Поттера по всему миру. Именно в этот день выйдет Хогвартс Легаси – самая масштабная игра по волшебной вселенной за всю ее историю существования. Его события разворачиваются в конце 19 века и рассказывают о восстании гоблинов во главе с Ронроком и темным магом Виктором Руквудом. Вместе они попытаются завладеть артефактом, который ставит под угрозу существование всего волшебного сообщества. Главным героем станет ученик Хогвартса, который начал свое обучение лишь на пятом курсе. Очень редкое явление для волшебной вселенной. Разработчики уверяют, что этому есть свое объяснение, при этом держа почти всю остальную информацию о сюжете в строгом секрете. Известно лишь, что героя можно будет создать в очень глубоком редакторе персонажа. Структура Хогвартс Легаси напоминает классические игры о Гарри Поттере с примесью культовой Бали от Рокстар. Нужно будет посещать уроки и учиться чему-то новому, а также проходить сюжетные побочные задания. Авторы приготовили для исследования не только Хогвартс, но и его окрестности, включая деревню Хоксмит, поле для Квидича и множество других локаций, скрытых от глаз маглов. Изучать окрестности можно будет не только пешком, но и верхом на Метле, Гиппогрифе и даже Фестрале. Одной из самых главных особенностей в Хогвартс Легаси станет полноценный отбор на факультеты. Игрок сможет сам выбрать, в какой класс вступить. Гриффиндор, Слизерин, Коктевран или Пуффиндуй. У каждого факультета будут свои гостиные и атрибутика, выполненные в привычных для них цветах. Боевая система станет куда глубже, чем в прошлых играх по Гарри Поттеру. Для победы над врагами нужно будет грамотно комбинировать заклинания, уворачиваться и блокировать выпады противника. Всего в Хогвартс Легаси несколько десятков заклятий, включая непростительные Авада Кедавра, Империю и Круцию. Их можно будет изучить только за пределами школы, и при желании ими можно вообще не пользоваться. По ходу выполнения заданий и учебы в Хогвартсе, главный герой будет зарабатывать опыт, который можно будет потратить на специальные таланты. Они делятся сразу на 5 категорий, от скрытности до мощности заклинаний. Помимо прокачки, в Хогвартс Легаси можно будет создавать, покупать и находить различное снаряжение. Оно будет отличаться не только внешне, но и давать различные бонусы, вроде увеличения здоровья, уменьшения перезарядки заклинаний и множества других полезных эффектов. Снаряжение можно улучшать, в том числе присваивая ему другие свойства и меняя его внешний вид. В игре можно будет строить отношения с другими персонажами, выполняя их просьбы. Некоторые из них будут сопровождать героя в сюжетных заданиях, побочных квестах и помогать в схватках с противниками. Важным элементом Хогвартс Легаси станет выручай комната, которая послужит базой для игроков. Это отдельная большая локация в Хогвартсе, где можно будет обустроить свое личное пространство, завести домашних с дверей, заняться зелье вареньем и отдохнуть от сюжетных событий. По сути, выручай комната станет полноценной игрой в игре, эдакой волшебной Симс. Именно тут нужно тратить основные ресурсы, полученные по ходу прохождения. На одной из трансляций авторы показывали постройку зданий, залунные камни и обустройство декораций. Ну и конечно же, самым милым элементом Хаба, безусловно, станут домашние животные. Они будут содержаться в зверинце, их нужно будет кормить, играть с ними и даже давать им клички. Вдобавок, им можно будет купить игрушки, чтобы им не было скучно, пока их хозяин где-то пропадает. Наконец, в выручай комнате можно варить зелья, которые постоянно используются в бою. От восполнения здоровья до увеличения защитных характеристик. Сильно действующие эликсиры требуют немалого времени на создание, однако они могут спасти герою жизнь в особенно жарких поединках. Что еще нужно знать о Хогвартс Легасе? В игре не будет квиддича. По сюжету он запрещен текущим директором школы. В Хогвартсе можно встретить знакомых персонажей. От почти безголового Ника до полтергейста Пивза и профессора Бинса, преподавателя истории магии. В замке и его окрестностях очень много секретов, которые придется раскрывать самому. Для прохождения некоторых головоломок понадобится изучить более продвинутые заклинания. По ходу прохождения на пути героев станут не только темные волшебники и гоблины, но и драконы, скелеты и другие опасные существа. Боевая система проста по своей сути, но очень комплексная по наполнению. На сюжет уйдет около 35 часов, а на полное прохождение может и больше 80 часов. Автор называет Хогвартс Легаси той самой игрой, которую фанаты ждали 20 лет. На мой взгляд, выглядит очень даже аппетитно. Ну а что думаешь ты? Пиши в комментариях под этим видео. Ну и в заключении. После стольких лет... Всегда.